Ведите историю своей страны в ее целостности и понимать, что с нами происходит сегодня. Узнать свои традиции и понять, чем они могут помочь, как укрепить современного человека в его повседневной жизни. Именно эти темы остаются в центре обсуждений на международных образовательных рождественских чтениях. Ульяновский проходит региональный этап 32-х рождественских чтений. В этом году они посвящены теме «Православие и отечественная культура. Потери приобретения минувшего. Образ будущего». Работу пленарного заседания возглавили митрополит Симбирский-Новоспасский Лонген, епископ Барышский-Индинский Филарет, епископ Меликесский и чердаклинский Деодор. Открывая работу чтений, митрополит Лонген обратился к участникам. Он отметил, что в этом году рождественские чтения посвящены очень важной и многогранной теме. Владыка Лонген подчеркнул, что наше отечество проходит через сложный исторический период, и что образ будущего зависит от нас. Без возвращения к подлинным христианским корням и истокам будущего у русской цивилизации нет. На ее месте возникнет какая-то другая – западная, восточная, безбожная или языческая. Но русская история, русская культура, русская нация на этом закончится, и на русской земле будет жить какой-то другой народ. Наша общая главная задача – восстановление нормальной жизни народа не только в экономическом, но и в нравственном плане. И эту общую задачу мы, государство, церковь и общество призваны решать вместе. Митрополит Лонген поблагодарил ряд сотрудников образовательных организаций за профессионализм и творческий подход в духовно-нравственном воспитании детей и вручил архиерейские грамоты и благодарственные письма. Участников пленарного заседания приветствовал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. За почти треть века чтения стали неотъемлемой частью общественной жизни России. И очень приятно видеть, как много людей принимают в них участие. Проявляет живой интерес и искреннее внимание к истинным ценностям отечественной культуре и православию. В проводимых чтениях удивительным образом сочетаются история и современность, бережное сохранение традиций нашего культурного и духовного наследия и их передачи по доставшему поколению. Алексей Юрьевич вручил грамоту губернатора Ульяновской области, директору Центра подготовки церковных специалистов Симбирской епархии, руководителю епархиального отдела религиозного образования и катехизации и Юрею Даниилу Гасникову, а также несколько благодарственных писем. В работе форума приняли участие главный федеральный инспектор по Ульяновской области Юрий Кулик, временно исполняющий обязанности главы города Дмитрий Зверев, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев, председатель Ульяновской городской думы Илья Ножечкин, ректор Ульяновского государственного технического университета Надежда Ярушкина и Муфтий, председатель регионального духовного управления мусульман Ульяновской области Ильдар Хаджи Софиулин. Темы, которые поднимаются на рождественских чтениях, важны для всех, говорят участники форума. Моя тема, она касается образа пасхальности, то есть воскресения в русской культуре. И как я хочу указать, собственно, понятие пасхальности, воскресения, немыслимо вне понятия Рождества. Но при этом русская культура, православная культура тем и отличается, что акцент ставит на пасхальности, на воскресении, на будущем, вознесении человека, в то время как культура западная, культура западно-христианская, ставит акцент прежде всего на вычеловечивании Христа и на Рождества. И именно в этих, вроде бы, тонких благословских понятиях, коренится ключевая разница в подходе к миру и к человеку западной культуры и культуры русской. Кандидат философских наук, доцент Даниил Семикопов, выступает не первый раз на рождественских чтениях в Симбирске. В этом году его тема посвящена новому средневековью, а к вероятному проекту будущего. Она характеризуется тем, что вот этот глобальный капитал, финансовый капитал, он подчиняет, лишает суверенитета отдельные национальные государства, что мы сейчас наблюдаем. То есть я анализирую то, что ряд, ну так скажем, пророчеств, предсказаний, которые высказывали как русские философы, так и западные, политологи, писатели, мыслители, социологи, они вот сейчас сбываются. Участники форума считают, что региональные этапы рождественских чтений помогают не только делиться информацией и говорить о назревших в обществе проблемах, но и вместе искать пути к их решению. Есть какие-то начинания, которые приобретают со временем все удивительные черты. Вот эти вот рождественские чтения, которые проводятся, это такое место, где встречаются абсолютно разные люди, иногда с неожиданными, иногда с какими-то такими находками невероятными, посвященными истории. Потому что рождественские чтения, с моей точки зрения, это основной акцент, это акцент на историю. Важнейший принцип нашей цивилизации – принцип соборности. Мы всегда все обсуждаем, мы открыто и честно говорим о тех вопросах, проблемах, которые стоят. Каждое чтение – это как раз осмысление исторического пути, который прошла Россия, системы духовных ценностей. Роль веры в нашей истории крайне. Нам сейчас необходимо, особенно педагогам, учащимся, тем, кто воспитывает возрастающим поколением. В числе выступающих также были директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин, регент смешанного хора кафедрального спаса Вознесенского собора Роман Хитёв и секретарь Саратовской епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия священник Максим Плякин. В дни форума проходит целый ряд специальных секций – круглые столы, презентации книг, изданных Симбирской митрополией. Участники чтения открывают новые страницы в истории родного края, обсуждают проблемы преподавания в школе, работу с молодежью, служение милосердия и многое другое. Региональный этап рождественских чтений проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви. В январе участники форума соберутся в Москве на основном международном этапе, который проводится уже более 30 лет. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Здравствуйте, уважаемые зрители! Борьба с грехом является неотъемлемой частью жизни христианина. Так что же такое грех и как с ним бороться? На эти и другие вопросы сегодня ответит митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Предлагаю начать разговор с определения, что же такое грех. Греческое слово амортия, которое у нас переводится как грех, более точно было бы перевести словом промах. Это если бы человек, который стреляет, скажем, из лука или оружия, вместо того, чтобы попасть в цель, промахивается и падает мимо. Собственно говоря, грех – это нарушение человеком законов бытия, которые установлены Богом. Грех – это поступок или некая мысль, которой человек противится установлению Божию. Грех – это то, что разрушает человека, то, что отделяет его от Бога, и то, что не дает ему выполнить замысел Божий о человеке, который должен выполнять каждый из нас. – Получается, все люди грешны? – Ну, наверное, да. В той или иной степени каждый человек грешен. Мы в молитве заупокойной так и говорим. Нет человека, который был бы жив и не согрешил. Поскольку грех после того, как первые люди пали в раю, грех стал как бы присущ природе человека. И человек стал, есть такое выражение, удобопреклонным ко греху. То есть человеку удобно, легко совершить грех, он не задумывается над этим, он не прилагает к этому усилий. И зачастую греховный поступок – это первое, и, к сожалению, естественное, но естественно надо поставить в кавычки, реакция человека на те или иные события, которые происходят вокруг него. – А какие грехи называются смертными? – Вы знаете, в разное время разные грехи называли смертными грехами. Вот есть такой список из семи смертных грехов – это гордость, зависть, блуд, чревоугодие, алчность и гнев. Но это очень условно, и списки, они в разных источниках можно встретить разные. Более правильно было бы сказать вот что. Смертным грехом является такой грех, который не раскаян человеком. В котором человек не раскаивается, и который он не пытается избежать, и который он не пытается остановить. Поскольку нет такого греха, который побеждал бы человека в любви Божией, и нет такого греха, который не был бы прощен Богом. Человеку, который молит Бога о прощении, который старается отринуть, изъять этот грех из своей жизни. А с чего нужно начинать борьбу с грехом? Борьбу с грехом надо начинать с такого честного взгляда на самого себя. С того, чтобы увидеть в самом себе грех. Вы знаете, так обычно человек, живущий такой вот совершенно общей для нас всех суетной жизнью, часто даже не задумывается, что он сделал плохого, если только его плохие поступки греховные не влекут за собой некие неприятные последствия для него. Ну, а так вот, какая у нас чаще всего бывает реакция? Злоба, гнев, зависть, раздражительность, чревоугодие, сребролюбие. То есть, как бы эти грехи, они как бы срослись с человеческой природой. Человек зачастую, и даже грехом не считает, ну да, я хочу, чтобы у меня было много денег. Я каждый день, каждый раз это, каждый день я этого хочу, и чтобы их было как можно больше. Вот, это что-то такого плохого-то, да, греховного. Или там какие-то еще потребности человеческие, мы говорим, что они естественные, мы себя убеждаем, что они нормальны, что все люди так живут, что это все вот хорошо. Хотя на самом деле-то зачастую плохо. Вот, поэтому прежде всего надо оценить себя, оценить честно, по возможности точно, и поставить себе диагноз. Один из замечательных древних святых, преподобный Петр Дамаскин, пишет, что начало спасения человека – это видение своих грехов, бесчисленных, как морской песок. Здесь дело в том, что человеку надо, остановившись, начать внимательно рассматривать свои поступки. И тогда он увидит, что очень многие движения его души, слова, мысли, желания, действия, очень многие продиктованы каким-то грехом или к ним присоединен грех. Вот, и тогда, когда человек это видит, он начинает с этим бороться. Сначала это бывает очень трудно, очень сложно, почти невозможно, потому что от долгого навыка греховные привычки становятся нашей природой. И бороться с ними, конечно, очень непросто. Но сделать это можно и нужно. И, собственно говоря, сама духовная жизнь, мы часто встречаем это словосочетание «духовная жизнь», «духовная жизнь», она и состоит именно в этой борьбе человека с тем плохим, что гнездится в его сердце, с грехом. И эта борьба сложная, эта борьба трудная, она не всегда заканчивается победой, или иногда там, где нам кажется, что мы победили, через какое-то время, зазевавшись, мы опять падаем в те же самые греховные поступки. Эта борьба должна стать так же естественной для человека, как и вот то состояние, о котором я говорил, удобопреклонности к греху. Вот ей должно сопутствовать постоянная, очень такая честная, напряженная борьба вот с этой удобопреклонностью, борьба с грехом. Человек каждый раз должен стараться, побеждая в себе греховные стремления и поступки, приобретать какие-то добродетели. Нужно ли каяться в каждом грехе? Ну, вы знаете, это немножко такой вопрос сложный. Для человека, живущего обычной жизнью в миру, достаточно регулярно исповедоваться, приходить на исповедь и говорить о тех грехах, которые вот постоянно сопутствуют его жизни, в которых он в данный момент не может восстановиться, хотя и пытается бороться с ними. Ежедневное исповедание грехов, наверное, больше свойственно монастырской жизни. Вот там есть такое понятие, как откровение помыслов, когда каждый день, ну или чуть пореже, монах или монахиня исповедуются или открывают помыслы старцу, духовнику или игумене, для того, чтобы легче было бороться со своими грехами. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok